В центре внимания долги за газ. Полмиллиарда ущерба в газовой отрасли. И это только на Северном Кавказе. Выездное заседание Совета Безопасности России, посвященное этим проблемам, прошло накануне в Махачкале. В форум сообщества, площадка для диалога власти, бизнеса и людей. Общественная палата России хочет дать новый импульс развитию гражданского общества на Кавказе. Александр Проханов в Дагестане. Известный писатель посетил республику и поделился своими впечатлениями о поездке в интервью нашей программе. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Дагестан, пожертвовав лучшими своими людьми, там спас Россию. Он совершил подвиг во имя всего государства российского. Дагестан является государствообразующей страной, а дагестанцы государствообразующим народом. На неделе в Махачкале состоялось выездное совещание Совета Безопасности России в Северокавказском федеральном округе. Посвящено оно было проблемам топливно-энергетического комплекса. Их немало. Это и высокая степень износа оборудования, и нарушение требований безопасности, немалые потери электроэнергии и газа в сетях, а также высокий уровень криминализации энергетической отрасли. Прибывший в Дагестан секретарь Совбеза России Николай Патрушев подробно рассказал о причинах появления долгов в отрасли. Большая их часть связана с масштабными хищениями и завышением тарифов на Северном Кавказе. Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация с долгами и потерями газа в Чечне, Дагестане и Ингушетии. И сообщил, что только в прошлом году в округе выявлено почти 400 преступлений в этой сфере, ущерб по которым превысил 500 миллионов рублей. Патрушев также отметил, что в ходе реализации сырьевой программы Юг России и других масштабных проектов на Северном Кавказе в скрытых хищениях на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. И к другим темам. В Дагестане впервые прошел форум «Сообщество», организованный Общественной Палатой России. Этот форум – рабочая площадка для диалога власти, бизнеса и людей с активной гражданской позицией. В течение двух дней эксперты обсуждали ключевые вопросы, волнующие общество. Развитие экономики, улучшение уровня жизни, повышение занятости населения и возможности для создания новых рабочих мест. На открытии форума выступил глава Дагестана Владимир Васильев. По его словам, как во всей стране, так и в нашей республике необходимо сократить разрыв между сфер богатыми и недопустимо бедными. Глава региона также остановился на вопросах развития местного производства, которое, по его мнению, надо не только возрождать и поддерживать, но и выводить из тени. Я сегодня специально так выглядел, если вы что-то подумали. Я специально вот выйду, чтобы меня видели. И я знаю, что один человек в Дагестане будет этому рад. Это человек, который сшил этот костюм. Это Дагестан. А еще я хочу показать свои ботинки. Их тоже сшил об общей 300. Очень хорошие ботинки, очень легкие. И я вот своим друзьям буду заказывать. Но они все работают в тени. На площадке форума прошло свыше 25 деловых встреч. Основная цель мероприятия – придание нового импульса развитию гражданского общества в регионах Северного Кавказа. Интересен тот факт, что многие из участников форума оказались пассажирами злополучного рейса Москва-Махачкала компании «ЮТЕЙР», вылет которого отменили из-за возгорания топлива в районе правого крыла. Выброс пламени был замечен благодаря бдительности пассажиров. По их просьбе командир остановил воздушное судно, которое уже набирало скорость. К сожалению, экипаж не очень быстро отреагировал на состояние пассажиров. И многих вещей бы не произошло, панических, если бы четко и внятно сказали, обратились по громкой связи к пассажирам и сказали, что делать. А пассажиры сами пытались выяснить, кричали, и проводники ничего не могли ответить. Знаете, получилось смешно, потому как нам пытались какие-то версии сказать по поводу того, что ветром надуло пламя. Ну, очень несерьезно. А тем более, что сейчас же средства массовой коммуникации очень развиты. Пассажиры вернулись в самолет. То есть для краеводов уровень стресса оказался настолько велик, что люди решили не лететь. Не смогли просто психологически, да, полететь на другом самолете. Представители компании-авиапереводчика оперативно заменили самолет. В итоге рейс был выполнен по расписанию. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На неделе в Дагестане побывал известный российский писатель Александр Проханов. Публицист снимает серию телевизионных очерков в рамках своего проекта «В поисках русской мечты». На этот раз фильм будет о Дагестане. Гость посетил родину народного поэта Дагестана Расул Гамзатова, селение Цада, дом-музей его отца Гамзата Цадасы и мемориальный комплекс Журавли, находящийся неподалеку. Кроме Хунзакского района, публицист также посетил Древний Дербент, Ботлихский и Сергокалинский районы республики. Пообщался с простыми дагестанцами, провел встречу с министром внутренних дел и работниками правоохранительных органов, которая прошла у памятника погибшим сотрудникам. В разговоре приняли участие ветераны боевых действий, в том числе и участник Ботлихских событий 1999 года Мурадис Алидибиров. Своими впечатлениями о пребывании в Дагестане известный публицист поделился на встрече с главой республики Владимиром Васильевым. А нашему каналу Александр Андреевич дал небольшое интервью. Добрый день, Александр Андреевич. Вы не первый раз в Дагестане. На этот раз снимаете фильм в рамках вашего проекта «В поисках русской мечты». Будет интересно услышать ваше впечатление о республике, о Дагестане, потому что вас считают не только большим писателем, но и в значительной степени идеологом смыслов новой России. Что вообще в судьбе России значит Кавказ? Каково его сегодняшнее современное значение по-вашему? Но мне хочется вот эти свежие, живущие во мне переживания, еще не завершенные, потому что поездка еще не завершена, хочется вам их излить. Когда я говорю «мечта», «русская мечта» или «дагестанская мечта», как часть общероссийской русской мечты, я имею в виду вот ту глубинную, во многом загадочную огненную силу, которая пребывает в народе и двигает народ по его исторической судьбе. Может быть, от самого его рождения. А можно даже дерзнуть сказать, что сначала рождается мечта, вокруг нее собираются люди, и они превращаются в народ. Так вот, мечта — это не то, что людьми ожидается, а то, что людей двигается непрерывно, заставляя их страдать, побеждать, мучиться, каяться, творить, перепрыгивать страшные пропасти и в момент победы ликовать. Либо среди собственного народа, либо среди всего человечества. Я думаю, чем же является дагестанская мечта? В чем этот вектор, который создал Дагестан и двигает его в недрах нашей общерусской государственности? Дагестан сегодняшней России дарит то потрясающее начинание, которое я назвал очищением. Россия нуждается в очищении. Россия после 1991 года, да после перестройки, она перенесла в наше время массу мусора — духовного, философского, политического, социального. Если мы боремся с помойками, которые заставляют наши города и ландшафты, мы начинаем бороться с мусором, наполняющим нашу социальную сферу. Мы начинаем бороться с мусором, который наполняет нашу индивидуальную душу. Мы тоже все переполнены ссором, много всякой тьмы, всяких отходов, всяких непроверенных мыслей, всяких искушений. Так вот, мне кажется, что сегодняшний Дагестан с приходом сюда Васильева, он начал огромную работу по очищению. Он начал эту работу здесь, в Дагестане. Но вся Россия с напряжением и остро и внимательно смотрит за тем, как это очищение проходит здесь. Какие достижения, какие неудачи, какое сопротивление, какая философия, какая теория этого очищения. Это же не просто выявление и арест коррупционеров. Это создание абсолютно новой социальной среды. Это создание нового человека. И вот дагестанская мечта — это мечта об очищении. В первую очередь об очищении Дагестана, в вторую очередь об очищении России, в третью — это об очищении всего человечества. А может быть, если мыслит категориями высокой религии и философии об очищении всего мироздания. Это первое, что я заметил, и чему я здесь поражаюсь и восхищаюсь. Когда я побывал недавно на родине Вашего героя, Магомеда Нурбагандова, и побывал в школе его, и на улице, насящего имя, и обнялся с его отцом, еще раз, еще, еще раз услышал эти его слова, как «Напусте нам всем назидали, работайте, братья», я понял, что очищение здесь происходит в схватках, оно происходит в баталиях. Это не философия, это не кафедральные проблемы. Это пули, это мука, это героическая смерть, это выбор человека. И если Магомед пожертвовал своей жизнью, он же пожертвовал ею не на площади, когда говорят «Намируй смерть, красная». Он выдержал это испытание и произнес эти слова наряду с палачами, наряду с толпачами. У него не было даже надежды, что эти слова каким-то образом долетят до нас с вами. И хотя он говорил «Работайте, братья», он говорил в объектив врага, ненавистника, «Знаем, что сейчас проследит пуля». Но это грандиозный подвиг, потому что он, милиционер, представитель силовой структуры, дававший присягу, он умер не за силовую структуру, он умер за государство, за Родину в целом. Он показал, что слово может быть подвигом тоже. Он показал, что слово, произвесенное на эшафоте, может быть подвигом. И только те слова имеют цену, когда за них можно ответить жизнью. Вот эти слова имеют ценность. Мы только тогда любим Родину, когда готовы умереть за нее. И если он, молодой, прекрасный, красавец, отдал свою жизнь за что-то, он отдал ее за Родину. Он отдал ее за ценность, которая выше всего, выше ее жизни. Это второй урок грандиозный. Я вот сейчас побывал среди милиционеров, среди полицейских, среди национальных гвардейцев. Это такая крепкая сила, такая мощная организация. Потом, 20 лет назад, совершилось вторжение Басаева, туда, в Ботлих. И это было время, когда сегодняшнее российское государство было очень слабым, очень хрупким, очень неверным. Не было еще сегодняшнего президента. И Басаев прекрасно это знал. И он пошел, чтобы поднять на дыбы Дагестан. В надежде создать здесь, на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана, потом, может быть, и других Кавказских республик, исламских государств. Вместо этого он увидел отпор. Вместо этого он увидел охотничьи ружья, которые были направлены против его гранатометов. И Дагестан, пожертвов лучшими своими людьми, там спас Россию. Он совершил подвиг во имя всего государства российского. Поэтому еще одна вот эта мечта Дагестана или вот эта энергия Дагестана связана с тем, что Дагестан является государствообразующей страной. А дагестанцы государствообразующим народом. Не только русские, не только татары, а все наши народы. И Дагестан в числе первых является государствообразующим. Без Дагестана пало бы государство. Без государства не было бы современной России. Это огромный государственный и мирозрительный подвиг, которому Россия кланяется низко и благодарит Дагестан. И понимает все жертвы, которые Дагестан понес вот в этой короткой и жестокой свадке. Я как раз хотел спросить у вас о роли ислама. У нас страна многонациональная, многоконфессиональная. И это является ее и достоянием. И в то же время именно на этой почве нас хотят разделить очень часто. Как вы считаете, какова роль религии в этом, какова роль ислама в Дагестане, настоящего, истинного, подлинного? Я побывал несколько дней назад в Дербенте. Я прошелся, проехался, прогулялся по его восхитительным улочкам. Я увидел древние святыни. Я увидел православный храм. Я побывал в мечети, самой древней, может быть, на территории Дагестана. Беседовался в улочках. В России даже? В России. Так и есть. Даже в России. Я побывал около синагоги. И огромная заслуга Дагестана и урок России, то, что Дагестан, являясь мозаикой множества народов, верований, культур, языков, ценностей, векторов развития, сумел всю эту сложность сберечь и превратить целостность, цветущая. Поэтому ислам, конечно, ислам сегодня является наиболее такой бурлящей верой, политизированной верой. И вот эта исламская компонента Дагестана, она может быть уязвима. Но мы же видели в том же Бутлихе, что это не сработало. Мы же видим, что вот этот радикальный ислам, он не находит широкой поддержки. Превратить эту сложность в цветение, а не превратить ее во взрыв. И вот я, повторяю, нахожусь в таких вот переживаниях. Меня они очень волнуют и вдохновляют. Хорошо, спасибо большое. Продолжаем наш выпуск. Решить проблему плохих дорог вместе призывает Общероссийский народный фронт. В Махачкалу приехали представители проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог». И тут же обратили внимание на несколько плачевных участков. Эти объекты попали в приоритетный список федерального проекта. О том, как будет проводиться ремонт, смотрите в следующем сюжете. Переулок Умаханова, город Махачкала, Дагестан. Дороги, как и везде. Страна такая. Дураки дороги. Столичные автомобилисты ежедневно проезжают этот участок. Асфальт здесь положен сравнительно недавно. Но вот и яма, возникшая по причине людей. Взялись за проблему махачкалинцев дорожные автоинспекторы. Как мы знаем, по программе БКД, город Махачкала попал под эту программу. И по этой программе очень много улиц отремонтировали в городе. Проспект переулок Умаханова тоже попал под эту программу. И его в 2018 году отремонтировали. Но, к сожалению, там какое-то недопонимание между городом, между управлением ЖКХ. Они там между собой не договорились, что будут проводить какой-то ремонт. В городе дорог, убитые дороги. Столица Дагестана все-таки попала в карту убитых дорог страны. Городские улицы даже после ремонта нуждаются в ремонте. Решить проблему плохих дорог можно совместными усилиями. Если на вашем пути имеются ямы и неровности, подайте заявки и голосуйте на сайте. Карта убитых дорог. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И вновь о делах муниципальных. Мэр города накануне провел встречу с представителями общественных организаций и СМИ. Встреча прошла прямо в парке Ленинского комсомола. Вместе с общественниками градоначальник осмотрел территорию и ответил на самые актуальные вопросы. Активистов беспокоит строительство на территории парка. В беседе с мэром они затронули вопрос высадки зеленых насаждений и создания зон отдыха. Не обошли стороной темы возможного возведения в парке колесообозрения. Вот если инвестору необходимо поставить колесо, зачем ему отдали 7 тысяч квадратных метров земли, когда под колесом гораздо меньше может землю обходиться. Собственник земельного участка, выделяя данный земельный участок, то есть администрация города Махачкалы, не исходит из того, что оно выделяет его под капитальный объект, который потом подлежит выкупу, под эксплуатацию этого объекта. Данный земельный участок выделяется именно для эксплуатации под арендную плату. Мэр заверил, что в частные руки территорию никто не отдаст. Создание аттракциона, по словам городоначальника, позволит организовать 20 постоянных и 10 сезонных рабочих мест, а это дополнительные поступления в городской бюджет. Средства от работы аттракциона будут идти на благоустройство парка. Все будет делаться открыто и максимально прозрачно. У меня просьба такая, уважаемый мэр города, можем ли мы заслушать на общественном совете подрядчиков или кто непосредственно планирует. Потому что это такая закрытая тема, непрозрачности нет. А для общественного нужно доступ к информации, прозрачности. Прогласить на общественный совет ту организацию, которую планируют. И пусть кто-то показывает, презентует проект, расскажет, сколько они деревьев посадят, сколько кустарников посадят, какую детскую площадку они создадут, сколько людей будет работать. Может быть, опять-таки, общественный совет должен потом и за работой этого колеса наблюдать. Давайте, пожалуйста. Мэр также сообщил, что парк будет условно поделен на несколько зон. Будут созданы места для отдыха жителей и гостей столицы, спортивная зона и места для развлекательных мероприятий. Скорая помощь в Дербенте станет эффективнее. Сулейман Керимов подарил новые спецавтомобили, станции скорой помощи и центральной больницы города. Ключи и документы от шести машин скорой и двух реанимобилей накануне мэр Дербента Хизри Абакаров вручил главным врачам. Качество нового транспорта отсоединил и наш корреспондент Патимат Ханапова. Под капотом отличный двигатель. Простой, надежный, вечный. Так характеризуют специалисты новое поступление. Но среди прочих достоинств этих карет скорой помощи главное – это высокотехнологичность. Внутри самое новейшее оборудование. Медмашины соответствуют европейскому стандарту класса «Б». Это значит, что реанимобили подходят для оказания экстренной медицинской помощи. Некоторые работники за несколько десяток лет на службе впервые видят такое оснащение. Скажите, пожалуйста, вообще вот такие машины были здесь в Дербенте? Нет, это впервые. Такие машины в нашем городе впервые. В первый раз получаем мы. Остальные машины были простые. Но были, но не такие, как мы. Они оснащены намного лучше аппаратурой. И дорогие, как мы видим. А стоят они действительно немало. На сайте производителей их цена варьируется от 3 миллионов рублей. Важно и то, что реанимобили оснащены обогреваемыми кювезами для оказания помощи младенцам. Таких медмашин в Дербенте никогда не было. Да и в Дагестане они встречаются крайне редко. Здесь практически все есть для оказания реанимации. Начиная от аппарата искусственной вентиляции легких, заканчивая даже глюкометрами, которые позволят нам оказывать помощь даже при транспортировке. Практически все представлено. Вот если вы откроете, даже здесь фонари есть. Освещение. Да, освещение, кондиционеры. По словам специалистов, новое поступление также поможет сократить время прибытия бригад. К примеру, в отдаленных районах города фельдшеров придется ждать не 20 минут, а всего лишь 10. Власти города уверены, теперь жалоб на работу и скорой помощи в городе станет меньше. Время прибытия короче, а качество услуг выше. Патимат Канапова, Дауд Гасанов, Дербент, Новости ННТ. 50 уроженцев зарубежья получили паспорта граждан Российской Федерации. Вручение документов состоялось в Управлении по вопросам миграции МВД Дагестана. О новоиспеченных согражданах с новенькими паспортами расскажет мой коллега Камиль Девятов. Гражданин России – самое высокое звание, а паспорт – это основной его документ, удостоверяющий личность. В Управлении по вопросам миграции прошло торжественное вручение паспортов граждан России. По традиции, как мы уже год-полтора работаем, в торжественном остановке мы вручаем паспорта гражданинам Российской Федерации иностранным гражданам, которые изъявили желание стать гражданинам великой, могучей страны под названием Россия. 50 выходцев из ближнего зарубежья, пройдя многие жизненные трудности, стали обладателями вот этого долгожданного документа. Гражданин России Святослав Житко-Ускас пять лет назад приехал из Донецка в Махачкалу вместе с супругой. Молодые люди с первых дней шли к цели стать россиянами. И вот этот день настал. Конечно, эмоции очень зашкаливают, потому что ждали этого, можно сказать, пять лет. И получить вот эту бумажечку было крайне приятно. И надеемся, что теперь не только мы, но еще и все, кто хочет стремиться и идет к этой цели, как и мы, в свою очередь, так же достигнут и так же будут рады. Все больше и больше выходцев из Советского Союза обращаются в миграционную службу, чтобы стать гражданами Российской Федерации. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Три золота и одна бронза из Италии. С таким результатом дагестанские спортсмены вернулись из Милана, где проходил чемпионат мира по смешанным боевым искусствам. Дома в Махачкале призера встречали родные и близкие. Все подробности у Курбана Рагимова. Этот титул чемпиона пока самая значимая награда в карьере 17-летнего Рамазана Абакарова. Воспитанник Бодавига Асанова прежде уже выигрывал подобные соревнования. Однако в этом году была своя особая мотивация. Я дрался на чемпионат мира в 2015-2017 году. И там не было пояса. А вот здесь уже давали пояс, и пояс была для меня мотивация. Соревнования прошли хорошо. Выиграл три боя. Досрочно выиграл в первом раунде. Соперники были. Первый бой провел с немцем. Второй австралиец был и третий итальянец. Триумфу в Милане предшествовала серьезная подготовка. Два месяца утром и вечером спортсмены тренировались под руководством своих наставников. Усердный труд всегда окупается. Бойцы оправдали надежды тренеров. На чемпионате России выступали очень много наших ребят. Выиграли отбор. Правда, попали на чемпионат мира. Мало кто. Силу разных причин. Ребята готовились усердно. Два раза в день тренировались они. Готовились, пахали. И вот результат получился хорошим. Все с медалями приехали. Помимо Рамазана Абакарова, пояс чемпиона на родину привез Ахмед Шабанов. Бронзу завоевал Раджаб Хайрудинов. Он не смог продолжить турнир из-за травмы. А еще одно золото на счету у молодого дарования Ибрагима Раджабова. Я дрался с итальянцем. В голову бить нельзя было. Я проходной сделал, повалил его и на руку вышел. То есть болевым приемом? Да. Победы дагестанцев помогли национальной сборной выиграть общекомандный зачет соревнований. Всего на счету россиян 25 золотых наград. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам этой недели. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.